Анкологические заболевания Ежегодно в мире регистрируется увеличение количества случаев заболеваний онкологией. Причины этого могут быть разными. Экология, пища, которую мы едим и в целом образ жизни. Так, среди людей, достигших 70-летнего возраста, случаи заболевания выросли в 6 раз. В нашей области показатели также растут. Анкологии предшествуют иные заболевания, которые, если не лечить, могут привести к серьёзным последствиям. Рак на начальной стадии определить сложно, очевидных симптомов нет. Чаще всего осложнения возникают на четвёртой стадии. Но лечить его становится трудно, если и вовсе невозможно. График работы онкологического диспансера с 8 утра до 17 часов вечера. Пройти лечение здесь могут не только горожане, но и сельские жители. Для этого необходимо заблаговременно записаться на приём. Консультацию ведут высококвалифицированные специалисты с большим стажем. В среднем учреждение принимает более 2000 пациентов. У нас ведут специалисты, узкие специалисты и общие. Приём осуществляют общие онкологи. Это два кабинета. 26-27 кабинет. Также у нас отдельно принимают онкомамолог и онкогинеколог. Это два разных кабинета. В данный момент у нас принят доктор, который осуществляет приём. Только после обеда именно таракальный хирург. Также у нас возобновился кабинет амбулаторной химиотерапии. Доктор после интернатуры приехал к нам и осуществляется приём. То есть идёт небольшое разделение потоков пациентов, чтобы именно получать целенаправленную специализированную помощь и целенаправленно попадать к определённым специалистам. Конечно, желание есть, чтобы и больше было специалистов. Хотим в дальнейшем, если будут возможности, и будут привлекаться другие молодые кадры, чтобы у нас свой был, как говорится, отдельный приём. Именно чисто отделение, там, допустим, тот же лор-влач, тот же челюстно-лицевой хирург. Но это, конечно, в перспективе. И, естественно, онкоурологи тоже необходимы, потому что процент именно роста заболеваемости среди мужчин, ну, так скажем, старше 50-60 лет. Это, в частности, именно мужской половой сферы, в частности, предстательная железа растёт. Так что это, ну, рассчитана у нас поликлиника на приём 200 пациентов в течение дня. Так что это, ну, естественно, мы работаем с первичной сетью и всегда требуем от пациентов при записи к нам на приём, чтобы у них было направление от первичной медико-социальной помощи. То есть от обычных поликлиник. В принципе, очерёдность есть, потому что всю область мы охватить за, как говорится, без очереди не можем. Поэтому очерёдность есть, но она, в принципе, не такая большая, потому что первичная сеть, она работает у них, где, естественно, есть свои онкологи. Они осуществляют приём, всё. Ну, есть районы, в которых нет онкологов, естественно, направляют именно и терапевты, и другие узкие специалисты непосредственно к нам. Но основная задача наша, это, конечно, как и любого онкологического центра, это лечение онкопациентов. Но мы вынуждены с тем, что районы направляют к нам и проводить также своё дообследование. В эндоскопическом кабинете онкологического диспансера проводятся все виды диагностических исследований. То есть это осмотр пищевода, желудка, гортани, бронхов, трахиобронхиального дерева, толстого кишечника, прямой кишки. Во время исследований проводится забор материала на иммуногистохимическое исследование, на гистологическое, на молекулярно-генетическую экспертизу. Кроме прочих диагностических манипуляций в нашем кабинете проводятся ещё и эндоскопические лечебные манипуляции. Это удаление эпителиальных образований желудочно-кишечного тракта, это стентирование опухолей. В общем, всё то, что необходимо нашим пациентам, проводится в полном объёме на эндоскопических аппаратах экспертного класса. Ну, в данном случае, например, это видеогастроскоп, который оснащён увеличением, фиксацией изображения. Также мы можем на этом аппарате сохранить видеозапись манипуляции. Наша задача – проводить профилактические меры. Этому способствует процедура скрининга, которая реализуется в Казахстане вот уже более 8 лет. Чаще всего мы регистрируем рак молочной железы, шейки матки и предстательной железы. Три этих типа рака мы определяем быстрее всего, и на начальной стадии их лечить проще всего. Если у пациента запущенная форма заболевания, то помимо операции ему понадобится поддерживать своё состояние с помощью химиотерапии и препаратов. Мы занимаемся диагностикой, дифференциальной диагностикой злокачественных и доброкачественных опухолей. Рекомендуем лечение, предлагаем диагностические методы исследования, направляем надо обследованием на оперативное лечение. Некоторые виды опухолей лечим здесь. Допустим, в своём кабинете я лечу предраковые заболевания шейки матки. Рак шейки матки, начальные стадии, нулевая стадия рака шейки матки, первая стадия шейки матки. Некоторые виды подлежат тоже лечению здесь у нас в онкодиспансере. Предварительно проводится диагностика. Ну, помимо московно-цитологического исследования биопсии шейки матки с кистологическим исследованием, делается кольпоскопия. У нас видеокольпоскоп. Это видеокольпоскоп последнего образца, значит, очень хороший, качественный, с большой разрешающей способностью. Он позволяет увеличивать орган в несколько сотен раз, прицельно делать определённые снимки, синхронизировать их, сохранять. Правительство уделяет особое внимание оказанию поддержки сферы здравоохранения. Мы лечим людей, используя европейские протоколы. Стоит сказать, что на сегодняшний день проценты успешного лечения растут. Если каких-то пять лет назад он не превышал 45%, то сейчас цифра достигла 55-60%. Также увеличился процент определения раковых заболеваний на ранних стадиях – более 35% в нашей области и 28% по Казахстану. Специалисты отмечают, профилактика раковых заболеваний – это в первую очередь ведение здорового образа жизни, отказ от употребления алкоголя, табакокурения, вредной и жирной пищи, активный образ жизни и спокойное нервное состояние. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова